здравствуйте друзья светлана зачитывает вопрос давай света вопрос адресован нам двоим молодой отбивство прожили со светлана очень много лет а мы женой всего 2013 года живем мы 43 года они 5 постоянная проблема у нас деньгами мы часто ругаемся часто ссоримся приближается все к разводу ой моя жена была категорически против разделения денег на семейные и личные семейные и личные в результате получилось так что все деньги уходили на детей на самом деле это не результат вовсе разделения денег не может это быть он имеет ввиду что у него не было личных денег он вот она его своих на себя мы не тратили так как деньги общие то и согласовывать их трату необходимо со всеми в кавычках хозяевами ну то есть муж и жена ну да то нужно согласовывать и каждый раз это болезненно так как у нас диаметрально противоположные взгляды на деньги жена хочет побыстрее применить ну а я соответственно сэкономить и накопить это и другой вполне понятно как вам удалось построить бюджет так чтобы вы со светланы не конфликтовали у вас общие деньги или все же у каждого свои как было когда ваша дочка жила с вами от вас еще все зависело для меня это пока сложный вопрос ведь если муж это добытчик то жена это хранительница домашнего очага она легко может не делать свою в кавычках работу то есть может недостаточно хорошо хранить очаг как мой козырь денежные ресурсы уже поделены как-то шантажировать уже нечем это несправедливый не не мотивирует жену также работать на своем направлении ну уже дальше это не было почему давай давай это ними не имеет дело отношения у них двое детей света конфликт семье ну да и будет значит ты хочешь начать ну я хочу сказать что наверное кроме того как деньги тратить у них есть много других поводов для конфликтов для расхождения во мнениях там и так далее и вот видимо просто вопрос с расходом денег он каким-то образом приобрел такую знаешь гипертрофированную форму на фоне того что еще и много других есть но вот это не уперлось в день и да там и так далее значит но история такая что они просто по-разному понимают жизнь и я не хочу сказать что кого-то из них сложно понять каждого из них очень легко и просто понять это не вопрос того что кто-то из них хороший или там правильный или а другой неправильный дело то что они просто не договорились у них нет они как семья не находится на одной страничке вот если мы на нас будем смотреть то в общем то у нас никогда не было расхождение по поводу тебя я не помню чтобы когда-нибудь по поводу денег расходились ну да понимаешь как дело в том что вот люди думают что вот есть влечение есть любовь и вот они женятся и все не будет замечательно в том что очень много жизненных вопросов которые проявляются в каждодневном быту и конечно заранее предвидеть эти вопросы сложно но желательно понимаешь такие вопросы будут и тем более когда это касается денег как этого вопроса не избежать нужно договариваться на берегу нужно договориться заранее дачи к если молодые они не понимают как они могут для этого и говорим вот всем кто нас слушает да конечно не понимают слушать я тебе еще скажу вот они договорились на берегу да им там вот ему сейчас там по 30 31 32 года парню 8 лет назад 8 лет или там 5 лет они женаты но понимаешь одно дело ты в 23 договорился или 24 даже в 25 а 28 я уже двое детей и женщина как для которой дети на первом месте она говорит послушай мы договариваемся в лес но тут внутри детей же не было нет дело не в этом но в том что любые договоры они могут передоговариваться это же на то она и направлено что все договоры устаревают и меняется обстоятельства и люди передоговариваться важно чтобы платформа вообще вот как ни крути мы сейчас стали вспоминать нашу жизнь да да а мы женились очень молодыми но просто очень молодыми и в такое самое застойное советское время и тогда народ жил вообще-то говоря бедновато радости было так вот мало жили зарплату до зарплаты причем на последние копейки то есть вот в день там получения зарплаты или стипендии оставался один рубль чтобы пойти пообедать в этот день в этот а после обеда новая зарплата а после обеда 5 часов там давали новую зарплату поэтому вопросы расходования денег они стояли очень остро потому что если вот этот рубль хотел сказать доллар если этот рубль не запланировать заранее чтобы он оставался на последний день просто значит ты остаешься без обеда то есть вот так тоже довольно жестко планировалось жестко план но но на отложить у нас не было три секунда у нас не было отложить естественно на регулярной основе но когда миша пошел работать у них бывали премии хорошие большие хорошие большие премии там могло быть сразу ну при зарплате там сто тридцать рублей например на сто десять рублей могло быть премида и степи ся премида вот так вот эти премии они тщательным образом откладывались и планировались уже под них какие-то отдельные покупки да раз в год там не знаю сапоги какие-то вдруг купить там или что то то есть вопросов не просто скажи сколько сапоги стоили сколько зарплата была лишь не понимаю сапоги государственная цена если зарплата была 110 но вот эти специалисты на 120 до 130 это уже макс это уже я год проработал до 130 сапоги в магазине зимние например стоили 70 рублей и твоих же не было их не было реально вот за сколько вот реально нет а реально ты платишь черно рыночную цену это могло быть 220 и 250 рублей у нас не было таких ресурсов чтобы покупать на черном рынке поэтому вот у нас была какая-то заначка такая которая основалась от премии и мы на нее рассчитывали что важно важно конечно семья она должна функционировать не должны деньги на питание и это вопросы которые обговариваются вы говорите так вот как-то мне немножко это странно что каждую трату нужно согласовывать с хозяином нет почему нужно согласовывать потому что если бы у него были личные деньги он бы тратил как хотел правильно я об этом и говорю но если есть принципиальная договоренность то что вот допустим там условно ли вы получаете гтн сумму в месяц и это сумма не уходит себя на питание на коммунальные услуги на то что вам нужно вот на ежедневной основе остается жирок есть так вот с этим жирком нужно заранее договориться например процент какой-то от этого жирка уходит на всякую всячину потому что всегда есть всякая всячина виде расчёсок зубных щеток какой-то чекухи который не покупается каждый месяц раз какое-то время все время тратить нет это отдельная статья расхода каждого не в кафешке кстати в наше время такого вообще не было потому что нельзя бы может был максимум к вы мороженое сходить вот вот мы ходили туда но это как бы такой-то на разнорога вот а в ресторан и не было такого там всюду нужно было платить не просто швейцар мнению даже если ты просто пришел в ресторан это было довольно дорого нет но не пускали туда я помню что вдруг уже это уже был перестроечное время тоже был 90 год и поскольку было перестройка у нас появились уж какие-то деньги да миша там какой-то оператив там у нас было и повесить эти деньги мы решили мой день рождения от праздную ресторане у нас уже машина была вообще были такие крутые как я не знаю что и мы поехали на машине в центр города в ресторан мы объездили пять или шесть ресторанов куда не пусть чем кончилось туда ничего мы поехали домой нахлебавшие все вот так вот это закончилось поэтому такой статьи расхода у нас принципе не было нам было проще в этом смысле кроме того не забывайте что вы выросли в такое махровое советское время когда людям 7 капель на мозги замечательно прекрасным будущем и на самом деле так задуматься то если сегодня ты потерпишь да сегодня как поясок табо тоже на завтра я уже я помню как я очень ждала будет ли коммунизм в обещанном восемь-семьем году 80 80 обещанный хрущевым а вместо этого были олимпийские игры света давай мы вернемся к тебе я я сразу откажу могу сказать человека что у нас никогда не было что у нас есть деньги личные и деньги семейные у меня никогда не было личных денег то есть и у светы не было но она она у нее были все деньги да то есть моя задача была там ну что заработал значит но вот она она их было забирала и руководила это очень тщательный человек это должно быть конечно если не ежедневная обязанность то вы еженедельная уже 1 месяц когда зарплата приходит вы бы видели как папа ее так аккуратно все расчерчивал там планировал расписывать потому что без планирования никогда себе не сможешь позволить вот это вот существенно смотри вот насколько я не не склонен к планированию там денежных расходов хотя я в принципе могу если так вот если никому больше я возьмусь и сделаю но у меня нет тяги такой у тебя мама такая как я да то есть твоя мама совершенно не тяготила к тому чтобы деньги считали потому что папа делала папа очень тщательно ли кто-то один более аккуратные больше склонен к этому своей семье твоя мама с дисциплиной то есть кто-то один берет на себя обязанности вот по этому распределению но договоренность должна быть совместная конечно и например если возникают там какие-то траты не связанные с пропитанием там выплаты за услуги коммунальных служб тогда договориться говорить о кей нас в этом месяце прохудили станет еще свой такой момент дело то что вопрос вот этого то что в бр минимум да то есть вот минимум минимум вот это вот который нужен остальное жирок вот вот это тоже спорная штука допустим жена говорит а мне нужно вот это вот это вот это а муж говорит не ну помилуй но без этого можно обойтись это уже жирок а вот до речи это питание ты можешь сказать окей я хочу питаться только костями говяжьими или я хочу питаться каким-то мясом а еще и органическим более дорогим это все-таки облада семьи то есть уж как-то договоритесь друг с другом чем питаться то хотите это же вопрос такой нетребующий сложности большой ой господи я не знаю может быть я не прав но но вот я считаю что если люди как бы как бы пара хорошая пара куда не как бы матч так называется то они договорятся как ты это не будет естественно без каких-то проблем может быть у них просто в более широком плане не совпадение и если они до этого на самом деле письме написано в конце света не стала читать они уже там 8 месяцев как они разъехались идет все к разводу и у них двое детей там и так далее и я хочу сказать что если настолько это стало вот как американская дисфанкшнл да то есть но вообще не работающие и только из-за вопроса денег это это не может быть только из-за денег это за ней там еще мама фигурировала жены там много других всяких вещей и конечно это не только за денег вот ну что ж друзья это в общем-то опыт такой не самый приятный да и конечно каждая семья решает свои вопросы по-своему но должна быть общая договоренность и должны быть я даже так скажу не общая договоренность они должны быть на общей платформе потому что у нас есть такие друзья которые откладывают деньги да и у них всегда есть деньги в семье и они хорошо живут они покупают дорогие вещи просто потому что там есть контроль качества поездили которые вообще все время объявляют банкротство что-то часто ну не очень хороший хорошего типа вот секретная история ничего не можешь купить просто потому что им колоним сегодня захотелось лодку а завтра захотелось лошадей а послезавтра захотелось катера я хочу сказать такой вещь еще можешь если оба например прижимистая то у них есть шанс то есть они они могут они прижимать вдруг пошли мы знаем людей прижимистых которые они прижимистые прижимистые Но дрянь никогда не покупают Но если уже покупают, покупают очень хорошее что-то То есть у них такая приживость, это интересно Но мы знаем людей, которые безбашенные И сколько бы денег у них не было А у них привычный заработок И все, они все время в долгах У них кредитные карты забиты абсолютно под потолок Это стиль жизни И это тоже ужасно Понимаешь, так же тоже невозможно Для меня это ужасно Я вам скажу, как мы дочку разбитывали Она когда пошла учиться в университет Ей дали первую кредитную карту А кредитная карта, она такая как бы Это не прибыль, это настоящая кредитная карта Но когда ты получаешь карточку пластмассовую в руке У тебя нету ощущения денег Вот когда у тебя в кошельке лежит там Ну и условно говоря, 20-30-40 долларов Ты их видишь, и ты видишь, ты потратил тебя больше нет Ты видишь, сколько осталось Да, кредитная карта, на ней нет ощущения вот этого денег вообще никакого И она не чувствует, что она тратит Она ничего вроде такого эдакого не покупала И вдруг оказывается, что у нее за первый месяц там набежало 5000 А кто должен носить это? Это вообще банковская афера А не студентам Вот по факту того, что студент Они сразу дают кредитные карточки Те сразу набирают какие-то безумные суммы Потому что они не понимают вообще, что делают Ты же секунду, тогда я не закончил все-таки Продольщик Значит, да И у нее набежало там 5000 И, конечно, это совершенно не соответствовало Моему, как родителю, понимание того Как должен жить и учиться Бюджет и первокурсник Да И мы с ней договорились таким образом Что Мы договорились, что сколько ей нужно денег На то, чтобы нормально себя чувствовать Да? Она прикинула, сколько ей нужно на еду Сколько ей нужно на то, на все, на 5-10 И мы вышли на некоторую сумму ежемесячно После чего я ей сказала Хорошо, я эту ежемесячную сумму Буду тебе автоматически перечислять на твой счет в банке А дальше ты все свои билы из этой суммы оплачиваешь сама И у нас сразу стал идеальный порядок То есть, когда она почувствовала ощущение денег Бюджет свой, да? В рамках которого она должна оперировать Больше никогда в жизни мы к этому вопросу не возвращались Она прекрасно научилась управляться с деньгами Но детей, конечно, нужно этому обучать Но ей потом, я не знаю там Из-за каких Может, ей захотелось больше денег Я не знаю Но она, например, где-то со второго-третьего курса пошла подрабатывать Нет, ну это хорошо Это на резюме хорошо Она пошла подрабатывать Она сказала, вам есть, теперь машина нужна Ну, не важно Но она стала взрослым человеком становиться Да, конечно Когда зарабатываешь на машину Да, да Ну, то есть, вот я говорю это к тому, что мы сами росли в аскетичной среде И у нас сюда была напишетка с деньгами И, наверное, может быть такой стиль жизни Нас заставил более как-то тщательно относиться на вот эту полосу Вот, более тщательно относиться Вот, но платформа у нас была одна Мы никогда не транжиривали сюда последние копеньки Если были какие-то у нас действительно премии какие-то То мы их откладывали с тем, чтобы действительно, когда нужно Потому что нужно было покупать и пальто, это было дорого И сапоги это нужно было, да, и шапки Это все зимняя одежда, это все было дорого Вот я сейчас вспоминаю, значит, что я когда-то маму спросил, когда уже я вырос И я маму спросил, значит, как они вот в этом плане нас воспитывали Мама говорит, что вот брат ехал в университет Он в МГУ учился, там через весь город ехал, там на метро Значит, у него с собой, она каждый день давала ему рубль Чтобы у него был рубль, там, рубль пятьдесят вот так он давал Я шел в школу, мне давали, там, я не помню, двадцать копеек И у меня всегда, я вы очень богатый Я мог всегда пойти купить мороженое То есть у меня никогда не было проблемы, что нет там десяти копеек или пятнадцати копеек на мороженое У меня всегда была такая проблема Ну, Света, значит, я понимаю то, что ты говоришь Я тебе рассказываю про маму Так, мы можем, знаешь, что мы можем поехать Ну, на второй этаж поехать На второй этаж, там может не быть места Окей, хорошо, я идем здесь Мы с вами, друзья, в магазине IKEA на парке И мама мне сказала Мы специально, говорит она Давали вам денежку, чтобы в кармане там болталась мелочь какая-то Чтобы у вас не было ощущения, что вы безденежная Чтобы у вас не было ощущения, что вот, понимаешь, вот это вот ущербности какой-то Вот это и вот, которое потом во взрослом возрасте во что-то выльется несимпатичное Я не знаю про ущербность Я помню очень смешную историю, когда я была в классе в первом или во втором Ну, естественно, у нас никаких денег не было А хотел с каких-то пирожных там что-то такое купить В общем, вдруг, моя подружка, которую тоже Света звали Может тут-то Ты знаешь, это далеко Ну, просто место есть, ладно, так что подружка Она говорит, слушай, а у нас дома стоят бутылки из-под молока Тогда еще молоко вот где-то здесь надо подать 15 копеек за бутылку давали Да, там давали 15 копеек и у людей накапливались эти бутылки и если их сдать, то можно было накопить приличную сумму Мы пошли к ней домой, увидели, там огромное количество было бутылок, то есть мы столько накупили, это денег поменяли Все без разрешения вы их прям? Да, да, мы пошли к ней домой Так и сюда, да, годится? Вот, и мы на это дело купили, вон, два пирожных Ну, я не знаю, куда она делала, остальные деньги я в этом купила Не много вы наменяли, там, на два пирожных? Нет, ну, так бутылок было много, это не то, что мы все потратили А, окей Мы купили два пирожного Но просто, да, как-то в пыли на физкультуре я нашла 20 копеек, это было целое состояние вообще У него уже было две латрушки купить То есть у него в какой-то момент у Светы были личные деньги в размере 20 копеек 20 копеек, да, мне не давали каждый день деньги, потому что родители проплачивали завтраки Парню все-таки, вот по части семейных, давай мы вернемся к семье Тут трудно что-то советовать, знаешь, как чужую веду руками разведу Трудно что-то советовать, но люди сами должны понять, у них функциональная семья или нет У шут можно советовать Мы высказали по поводу денег, да, для всех остальных, у кого, может быть, этот вопрос актуальный А что касается, как вот молодому человеку быть со своей семьей, это он должен сам распоряжаться Знаешь, что я еще могу сказать? Вот в Америке, например, очень принято, когда люди женятся У них есть семейный бюджет, а есть у каждого еще свои какие-то деньги Вот там муж у него свои, есть у жены свои Они могут где-то их сложить, что-то вместе купить, а могут отдельно тратить То есть никто не лезет в чужие деньги Это принято Мы, как воспитанники советской системы, у нас было бы немыслимо, чтобы, скажем, у мужа были отдельные деньги, у жены отдельные Это просто никак Да, ну потому что у нас нет никаких, как бы, так сказать, нехороших поручных привычек Вот, но в принципе история такая, вот мне часто очень пишут, на самом деле этот денежный вопрос вовсе не редкость, не очень часто пишут, но немножко там у меня женщины пишут В другом аспекте, может В другом аспекте женщины пишут, вот я смотрю, что там муж зарабатывает, и вообще он неплохие деньги зарабатывает, но у него ни копейки денег нет при этом Он все, что он зарабатывает, он тратит, и вот я сейчас собираюсь к нему переехать в Америку И меня этот вопрос очень волнует, потому что, а как, вот он все, что видит, он готов это все купить Ну, есть такие люди, это называется эмоциональные покупатели Вот они видят сегодня это все, и они сегодня это все хотят купить И у меня есть, в общем-то, простое решение, то есть если бюджет позволяет, зарплата хорошая, вот на такие невинные шалости выделять какую-то часть бюджета Но ежемесячно, да, то есть там будет накапливаться какая-то сумма И если, например, супруг вот в месяце, он что-то увидел, и у него не хватает денег, то ему нужно эту сумму накопить А там, глядишь, и желание, может быть, пропадет, потому что эмоциональные покупатели, да, они вот сию минуту, они видят, они хотят сучат ногами сию минуту купить Но если подождать немножко, может быть, это не так нужно Тут есть еще одна тонкость, я, раз уж так мы такую тему зацепили Значит, есть еще понятие, вот ощущение, как ты живешь, вот как ты себя ощущаешь в этой жизни Вот ты живешь хорошо, ты живешь плохо, ты все время вынужден зажиматься Или ты можешь себе позволить все, что тебе надо, там, и так далее И сумма, которая переводит тебя из состояния человека, который несчастлив и зажат В состояние, когда ты можешь себе позволить все, может оказаться очень небольшой Особенно вот в США, когда ты, допустим, снимаешь квартиру или там дом И платишь за нее, там, 4, 5, 6 тысяч, вот как у нас тут люди платят Понимаете, и ты себе будешь 20 долларов, там, отказывать, там, в чем-то Конечно, бывает, у тебя нет этих 20 долларов тоже Но, ну, если есть, знаете, и вот этот вот зажим на уровне двадцатки, который заставляет тебя чувствовать себя, что ты вынужден, понимаете Ну, по моему опыту, например, вот для меня вопрос, там, пара сотен долларов решается в месяц, реально Причем я могу даже не потратить, просто они в кармане есть Ну, ощущение должно быть Ощущение должно быть, что ты хочешь потратил, не хочешь, не потратил В основном я деньги трачу на то, что на подарки мы сдаем, там, сотрудникам Ну, вот, вот реально, у меня вот все расходы такие Или там в кофешоп, там, пойти, там, допустим Я люблю, там, гостей, там, в кофешоп пойти, там, поболтать Вот на это уходят Ну, конечно, там есть, что, карточка Я про наличку говорю Нет, если мы что-то покупаем из вещей, то, конечно, мы покупаем это вместе Вот мы сейчас в данном случае приехали в Айкию, потому что нам нужно купить кабинеты для Мишиного офиса Шкафчики, да, а то у меня некуда положить там книжки, я покупаю, еще что-то Ну, хорошо, пошли, а то мы так сидим Пошли